Здравствуйте! С вами портал Экзогет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского Педагогического Университета и Ярославской Духовной Семинарии. Мы продолжаем наш курс, посвященный Божественной Литургии, и в рамках прошлого занятия мы поговорили о начале литургии верных, собственно, о двух молитвах верных, поговорили о Великом Входе и, собственно, закончили на моменте, когда после краткого диалога у престола священника с диаконом, диакон получает благословение и выходит на просительную ектенью. Если же священник служит один, то просто покрыв дары воздухом, совершив перед ними кождение, он приступает к этой ектенье. Мы уже достаточно подробно поговорили с вами о ектеньях как таковых, и здесь, наверное, я замечу следующее. Сама по себе структура и логика данной ектеньи, в общем-то, достаточно древняя. Например, на некоторые из прошений, которые мы в рамках нее услышим, ссылается еще святитель Иоанн Златоуст. Например, он говорит, «Также и диаконы, приглашая молиться, вместе с прочими прошениями, повелевают в молитве просить ангела мирно, и чтобы все предстоящее нам было мирным». И замечу, что на самом деле в этой ектенье мир является одной из самых главных категорий. Обратим внимание просто, например, на сами ее прошения. Исполним молитву нашу Господи, то есть совершим наше моление Господу. Помолимся о положенных перед Ним почитаемых дарах, о предложенных честных дарях Господу помолимся. О святом храме, о том, чтобы избавиться нам от всякой скорби, гнева и нужды. «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твою благодатью». А дальше каждое прошение практически так или иначе содержит конкретную тему, связанную с миром. «Дни всего совершенно свято, мирно и безгрешно» у Господа просим. «Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаяния и скончания у Господа просим. Христианская кончина живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим». Большая часть прошений так или иначе ходит в рамках данного текста вокруг темы мира. Можно сказать, что это сквозная тема данной ектеньи. Мир, как мы здесь, конечно, имеем в виду, есть ни в коем случае не мир в смысле вселенной, а мир в смысле состояния, покоя, мирности духа. Об этом, как одной из самых важных категорий в рамках в том числе совершения литургии как таинства общения, кинонии и любви, говорит нам, собственно, самое начало этого чинопоследования в том виде, в котором мы его сейчас имеем, а именно мирная ектенья. Кроме всего прочего, в заповедях блаженств, например, мы слышим тезис о том, что миротворцы среди прочих включены в число тех, кто имеют особое блаженство перед лицом Божьим. Ну и, конечно, в учении Христовом тема мира занимает одно из важнейших мест. Мы и в Ветхом Завете тему мира, шалома, видим как одну из основных, это то, чего так не хватает земле, мы даже внутри культуры видим, когда, например, греко-римский мир, в нём мы слышим приветствие в формате «авэ» на латыни или «хэре» на греческом, то есть призыв радоваться. Соответственно, в нашей славянской культуре мы преимущественно желаем здоровья друг другу при встрече, то семитские культуры желают друг друга мира. И Христос воскресший, являясь ученикам, с одной стороны, самым обыденным традиционным образом с ними здоровается, но с другой стороны, провозглашает, обращаясь к ним «мир вам». Мы видим и в рамках учения Христова мысль о том, что тот мир, та мирность Духа, которую преподает Он, радикально отличается от тех сценариев достижения мира, которые предлагает, собственно, окружающая действительность. Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Мы понимаем, что для окружающего нас социума совершенно стандартна тактика принуждения к миру, как бы примирение силой. И мы слышим от Христа «не против все злому, каждый взявший меч мечом погибнет». И, собственно, пример самого Сына Божия, который на этапе, когда Петр извлекает меч, чтобы сопротивляться тем слугам первосвященников, которые пришли брать Христа под стражу, Петр слышит от Христа слова о том, что каждый взявший меч мечом погибнет. И неужели не думаешь ты, что я не мог бы умолить Отца моего Небесного, чтобы он послал 12 легионов ангелов на мою защиту. Но Христос побеждает зло добром и побеждает его в воскресении. Безусловно, это, скажем так, очень сложно представить как какую-то обыденную бытовую практику. Конечно, человек сам в себе на подобного рода вещи не способен. Поэтому внутри литургии так часто молитвенно мы и возвращаемся к теме мира. И спрашивая его у Бога, понимая, что настоящий, глубокий, неотъемлемый Христов мир есть не просто плод нашего труда, усилия, социального договора и чего-либо подобного, а есть плод дара, плод благодати Божьей. В рамках этой ектеньи священник читает молитву, которая обычно называется молитвой приношения, ну или по-гречески бы молитвой проскомидии. Но в данном случае мы, конечно, уже не путаем так как бы с проскомидией как предуготовительным священодействием, которое совершалось перед началом литургии. Здесь, с одной стороны, мы видим возвращение ко всем тем темам, о которых мы говорили уже в рамках нашего предыдущего занятия, в двух молитвах верных и в молитве священника о самом себе. То есть, здесь звучит мысль о том, чтобы сам клир, находящийся в этот момент в алтаре, был достоин совершать данное служение, чтобы грехи и клира, и народа были прощены, чтобы они могли также участвовать в происходящем. И, соответственно, призывается действие Духа Божия как, собственно, то единственное, что и может предложенные дары, а не чья-то личная святость и какие-то личные харизмы, только действие Духа Божия и может данные дары притворить в тело и кровь Христовой. Далее тема мира, начатая в просительной Ектенье, получает совершенно прямое продолжение, которое, однако, в рамках сложного исторического процесса развития литургического чина практически полностью утерялось в рамках нашего богослужения, а именно стало достоянием одного только клира. Что происходит далее? По завершении Ектеньи священник обращается к собравшимся с приветствием мира, говоря «мир всем». Собравшиеся отвечают «и духови твоему». «В любви приветствуйте друг друга, единомысленно исповедуя». Кого? Собравшиеся отвечают «отца и сына и святого духа, троицу единосущную и нераздельную». В этот момент, например, священнослужитель в алтаре с словами «возлюблю тебя, Господи, сила моя, Господь утверждение и прибежище мое и избавитель мой» целует священные сосуды, и если клириков, совершающих богослужение, несколько, они преподают друг другу лапзание или целование мира. Со словами «Христос среди нас» и ответом «и есть, и будет». Нужно заметить, что это совершенно логичное, повторюсь, продолжение звучащих тем о мире и преподавании мира в рамках только что прозвучавшей Ектеньи. И по большому счету на этом этапе не только клирики, но и верные, также должны бы были преподавать друг другу такое же целование мира, которое более того является одной из достаточно своеобразных, можно даже сказать уникальных практик, отличающих христианское богослужение от всех остальных. Прямых параллелей, например, в античной или в иудейской среде соответствующего периода времени мы у данной практики не видим. О ней, как о совершенно неотъемлемой части христианского богослужения, говорят такие ранние авторы, как, например, Оригента, или, собственно, Климент Александрийский, Иустин Мученик. Но, по всей видимости, уже по 4-5 веку наблюдается как минимум разделение на клир и мирян. При этом в основной части храма, где стоят лаики, то есть лаос, верующие, народ отдельно преподают друг другу такое целование, лапзание, приветствие мужчины и женщины. То есть, безусловно, всё это остаётся в совершенно чётких, корректных рамках целомудрия. При этом, однако, на материале святоотических текстов мы можем видеть, как сильно изменились представления о социальной норме в рамках последующего развития христианской истории. Ну, например, и сейчас, в принципе, мы наблюдаем в практике, что люди могут приветствовать друг друга не только рукопожатием, но и поцелуем, который, как правило, преподается символически, да, люди касаются друг друга щекой. Святитель Иоанн Златоуст предлагает более радикальную форму. Он говорит, мы храм Христов, поэтому, лапзая друг друга, мы лапзаем преддверие и вход храма. Не видите ли, как многие лапзают двери и этого храма? Одни преклоняя голову, другие прикасаясь рукой, поднося руку к устам. Здесь имеется в виду практика целования дверей в храм в момент вхождения в него. Напомню, что царскими вратами на этом этапе именуются не врата иконостаса, которых в большинстве случаев и нет на данном этапе, а, как правило, там только катапитасма, только завеса. Собственно, так именуются врата, ведущие в храм как таковой. И через эти врата и двери входил и входит к нам Христос, когда мы причащаемся, вы, причастники таинства, понимаете, о чем я говорю? Непростой чести сподобляются уста наши, принимающие тело владычно, потому-то здесь по преимуществу мы лапзаем друг друга. Это толкование на второе послание к Коринфянам. То есть, например, святитель Иоанн Златоуст предлагает лапзание в уста как знак преподавания христианского мира и любви. Мы понимаем, что в рамках нашей культуры это было бы воспринято, наверное, уже прям очень своеобразно. Но для своего момента времени, видимо, было вполне вместимой социальной нормой. В рамках дальнейшего развития литургического чинопоследования мы видим, как эта практика этапно начинает угасать. Ну, где-то веку по X она еще присутствует, например, у императора и сопутствующих ему сановников. Но о веку, например, по XIV ее уже совсем никак не обозначают толкователи литургии. То есть, по всей видимости, к этому моменту времени уже нечего обозначать. В храме никто не приветствует друг друга подобным целованием мира. Оно остается исключительной прерогативой клира. Нужно заметить, что такие процессы произошли во многих христианских сообществах. Но с течением времени некоторые из них пытаются восстановить древние практики. Ну, например, та же самая современная католическая месса предписывает подобного рода практику. Либо же, например, некоторые современные общины русской православной церкви также пытаются возродить это как совершенно простой, понятный, очевидный знак христианской любви и такого братского друг к другу проявляемого чувства. О том, насколько это хорошо, правильно и уместно, мы с вами сможем, в общем-то, судить в рамках последующего исторического процесса. Если эти практики займут свое соответствующее место в церкви, значит, церковь видит их нужными, должными по форме и корректно отражающими соответствующие смыслы. Вот мы видим, что в рамках церковной истории было время, когда они существовали, вот период, когда они практически полностью ушли, оказавшись только достоянием клира. После соответствующего целования мира мы слышим возглас «Двери, двери, премудростью и вонми». В общем-то, он логично, скорее даже, разделяется на два, и первая его часть про двери имеет исключительно прагматическое значение. Это напоминание тем, кто стоит при дверях храма, чтобы они были заперты. Потому что, и если мы обращаемся к совсем раннему периоду христианской истории, собрание верующих находилось просто в прямой опасности, ввиду того, что являлось незаконным собранием с точки зрения римского государства. И, соответственно, все собравшиеся могли поплатиться минимально добрым именем и имуществом, а максимально и жизнью за участие в таком роде собраниях. В последующее же время этот возглас обозначает, что двери должны затвориться для того, чтобы те, кто не являются верными, те, кто не могут участвовать в Евхаристии, то есть оглашенные, часть литургии, для которых уже миновала, не могли оказаться внутри собрания. Потому что дальше оно единодушно, одними устами молится к Отцу, чтобы Христом в Духе дары хлеба и вина стали телом и кровью, и стали достоянием этих самых верных. То есть никакие посторонние люди здесь, в общем-то, присутствовать и не могут, потому что они не могут участвовать в этом пиршестве, в этой вечере. Поэтому двери должны быть закрыты. Премудростью вонмем, наверное, корректно можно было бы сказать, премудрости внимаем, то есть или просто перефразируя, внимательно слушаем. Что же мы в этот момент внимательно слушаем? Сейчас начнётся петь символ веры. Многие интерпретируют сейчас возглас двери-двери, как относящийся к царским вратам. И на самом деле мы видим здесь, что определённого рода манипуляции современный обряд предлагает. Врата, например, остаются закрыты, а катапитасма, которая закрывает свободное пространство от створок врат, значит, от алтаря, в этот момент как раз отдёргивается. Нужно заметить, что для своего момента времени, конечно, такая практика абсолютно точно не существовала. Более того, указание литургическое на то, что что-то должно произойти с, собственно, катапитасмой, крайне маловероятно. Более того, не могу не заметить, что сама по себе практика затворения врат на самом узловом моменте православного богослужения, безусловно, только обедняет восприятие верными всего происходящего. И вкупе с практикой тайного чтения молитв анафоры, евхаристического канона, в принципе, приводит верных в абсолютное замешательство, то есть оставляет верующий народ, стоящий в храме, предоставленным самому себе. В это время люди, которые до этого слышали и к теньи призывы вот к каким-то конкретным молитвам, слышали какие-то назидающие песнопения, чтения священного писания, в общем-то, были как-то собраны, вдруг остаются перед достаточно разрозненным набором песнопений, между которыми они слышат некоторые предаточные предложения, являющиеся обрывками фраз изнутри целостной последовательной молитвы анафоры, и, соответственно, совершенно не понимают, что происходит, какая связь между этими фрагментами вообще. Нужно заметить, что в церковной истории были попытки оправдать подобного рода логику. Мы можем вспомнить Никиту Стефата, XI век, который с точки зрения текстов псевдодианисия и Ариапагита описывал, что так как в мире вообще всё иерархично, то есть вот у нас девять чинов ангельских, соответственно, только первые из них приобщаются непосредственному свету божества, все остальные только опосредованно, и после девятого начинается уже разумная человеческая природа, которая тоже иерархически устроена, поэтому и внутри богослужения это всё должно соблюдаться самым механическим способом, то есть те иерархии, которые находятся в максимальной близости богообщения, то есть клир, епископ, пресвитер, диакон, стоят в алтаре. Те иерархии, которые находятся условно где-то в середине этого процесса, например, монашествующие, младшие церковные чины, стоят перед алтарём, то есть мы бы сейчас сказали, да, вот в этой части храма перед иконостасом. Дальше у нас стоит обычный народ, и потом кающиеся оглашенные, которые в принципе не могут к этому почти никак приобщиться, потому что двери затворены. Очень красивая, очень стройная схема, которая, во-первых, догматически не вполне себе корректна, мы об этом уже с вами многократно говорили, о всеобщем священстве, которое преподано верным, с другой же стороны, она отвергается и самою практикой православного богослужения, потому что вне зависимости от того, о какой конкретно православной традиции мы говорим, а есть, собственно, православные церкви, которые, например, либо не затворяют царские врата во время литургии, либо, например, даже не используют их как элемент в иконостасе, или не всегда используют, и, соответственно, богослужение осуществляется открытым образом. Но даже если мы не берем в расчет такого рода примеров, внутри нашей с вами практики, а именно за епископским богослужением, во время богослужения Светлой Седмицы, собственно, отдельным указанием Святейшего Патриарха, например, к этим дням теперь добавлен День Рождества Христова, в эти дни во всех храмах богослужение, божественная литургия осуществляется с открытыми вратами. То есть оказывается, что принципиально мирянину нет совершенно никакой причины не видеть и не слышать происходящее, потому что вот они дни, когда это открыто ему в полноте. Отсюда мы должны сделать вывод о том, что, конечно, практика как гласного чтения, так и отверсток царских врат больше отвечает смыслу, логике и характеру богослужения к тому, чтобы оно было общим делом, как, собственно, литургия и называется. Далее мы слышим пение символа веры. Это одно из немногих мест в рамках современной практики совершения божественной литургии, когда мы слышим общенародное пение. Это исключительно хорошо и правильно, и чем больше таких моментов в богослужении присутствует, тем лучше. Однако не подумайте, что я призываю вас абстрактным способом подпевать хору в любой подходящий, как вам кажется, момент времени. То есть это большой вопрос к общей церковной культуре, к тому, что нам, конечно, нужно ее повышать, и народное пение исключительно украшает богослужение, но не народное солирование. То есть тоже это нужно иметь в виду. Так вот, символ веры далеко не сразу получает свое место в рамках литургии. Сам по себе как формат, он не является молитвой, что следует из его наименования. Это именно символ. Это некоторого рода конкретная лаконичная догматическая формулировка в самой емкой форме, излагающая основы православного вероучения. И сама логика такого рода символов, таких конкретных емких изложений веры, наблюдается нами еще от апостольского века и восходит к апостольской традиции. Мы можем обратить внимание на тексты апостола Павла. Мы уже в свое время говорили о том, что он время от времени в своих посланиях цитирует либо древние, ну точнее современные ему и древние для нас христианские гимны, либо же, например, как в первом послании к Коринфянам, 15 глава с 3 стиха, мы видим кратчайшую формулу, исключительно напоминающую вот такой прото-символ веры, то есть несколько тезисов, характеризующих базовую суть преподаваемого апостолами учения. Ну, чуть шире процитирую с начала главы. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, ну то есть благовестие, которое я благоествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». А дальше, собственно, сама форма. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял указание на ее устойчивость, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Киеве, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иаков, также всем апостолам». Ну и дальше уже, опять же, апостол Павел продолжает про себя. «А после всех явился и мне, как некоему извергу». Ну и дальше, дальше. То есть, вот несколько предложений, где мы видим радикально значимые тезисы про смерть и воскресение Мессии, и про огромное количество свидетелей, могущих подтвердить этот факт доподлинно. Многие из них еще до сих пор живы, более чем пятьюстам братьям явился Христос воскресший. Далее, такого рода символы, как правило, в основном использовались в рамках крещения или подготовки к нему, а точнее, наверное, даже не «или», а «и». Людей и готовили на основании такого рода текстов. И, соответственно, этот текст звучал во время крещального богослужения, знаменная ту самую веру, которую принимает оглашенный, становясь православным христианином. Символы эти выглядели по-разному. Христианская традиция имеет целый ряд такого рода древних символов. Здесь замечу, что абсолютно все они триодологичны. Хотя по-разному формулируют этот тезис, но все настаивают на три единстве божества, на том, что сын абсолютно равен отцу, что он есть часть Троицы, равно как и Святой Дух. Но вот приведу вам пример из середины III века символа святителя Григория Чудотворца, Григория Неокисарийского. Един Бог, Отец Слова Живого, Премудрости ипостасной, и силы, и образа вечного, Совершенный Родитель Совершенного, Отец Сына Единородного, Един Господь, Единый от Единого, Бог от Бога, Начертание и образ Божества, Слово Действенное, Премудрость, Объемлющая состав всего, Изъеждительная сила всего сотворенного, Истинный Сын Истинного Отца, Невидимый Невидимого, Нетленный Нетленного, Бессмертный Бессмертного и Вечный Вечного, И Един Дух Святой, От Бога имеющий бытие и через Сына явившийся, То есть людям, Образ Сына, Совершенный Совершенного, Жизнь, Виновник Живущих, Источник Святой, Святость, Подателя Священия, В Нем же является Бог Отец, Сущий над всеми и во всем, И Бог Сын, Который через все, Троица Совершенная, Славой и Вечностью, И Царством неразделяемая и неотчуждаемая, Посему нет в Троице ничего Ни сотворенного или служебного, Ни привнесенного, Как бы прежде небывшего, Потом же превзошедшего, Ибо ни Отец никогда не был без Сына, Ни Сын без Духа, Но непреложно и неизменно Всегда та же Троица. Мы видим на данном примере, Что этот символ веры Посвящен исключительно Треодологической теме. Символ веры, Принятый нами, Никео Цареградский, Достаточно шире, Смыслово, И включает в себя еще несколько тем. Принимается он в рамках Долгого догматического процесса, Который завершается Деяниями двух соборов. Собственно, в его наименовании Мы это и слышим. Это первый Вселенский собор, Прошедший в Никее, 325 год, И второй Вселенский собор, Прошедший в Константинополе, 381 год. Собственно, таким образом У нас появляется первая основная часть На Никейском соборе И несколько дополнительных членов, И запрет расширять Или изменять данный символ На, соответственно, Втором соборе. На этом этапе Он является, повторюсь, Универсальным вероопределением Православной Церкви Используется за крещальным Богослужением, А в рамках богослужения Литургического Он звучит, собственно, Только в день Великой Пятницы. Что совершенно логично И естественно, Так как это день Перед крещением Новообращенных. В Великую Субботу Все они станут христианами, Поэтому символ веры И звучит во всех церквях. Практику же, Вводящую его В повсеместное употребление За литургией, Мы должны связать С антиохийским Патриархом Петром Гнофевсом, Который в конце Пятого века Собственно, Вводит его В качестве регулярной части Божественной литургии. При этом Сам Петр Признан церковью Как еретик, Однако несколько Его очень удачных Литургических Новаций Церковью Принимаются Со всей очевидностью. Ну, например, Это не только Исполнение Символа веры За каждой литургией, Но и Освящение Вод В день Святого Богоявления. Тоже идея, Принадлежащая ему. Равно, Как мы уже с вами говорили На материале Ектиний, Что поминать Пресвятую Богородицу За каждой ектеньей Это тоже Его идея. Во время Пения Символа веры Священнослужители Также читают Его В алтаре, Воздвигая, То есть Поднимая И опуская Воздух Над Священными сосудами, После чего Воздух Сворачивается, Убирается На жертвенник, И вот Все готово К тому, Чтобы приступить Собственно К анафоре, К главной части Божественной Литургии. Внеси свой вклад, Оцени, Подпишись И поделись Этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok